приветствую всех зрителей сегодня у нас снова war thunder и в этом видео рассмотрим топовый советский большой торпедный катер проект 206 вообще в советской ветке развития есть два топовых катера 206 и 206 м проекты и по названию кажется что они должны быть похожи но на самом деле оба катера разные по вооружению геймплей и поэтому в одном видео их не рассмотришь и так проект 206 что на себя представляет в нашей игре если рассматривать его вооружение то он вооружен двумя автоматическими турелями с автопушками а к 230 калибром соответственно 30 миллиметров и также в вооружении у нас присутствует четыре торпеды это 530 миллиметровые торпеды 53 56 у них достаточно мощная боевая часть в 400 килограмм и поэтому при попадании даже крупный корабль скорее всего данные торпеды ему не оставят никаких шансов если рассматривать нашу живучесть то она достаточно таки слабая у нас всего лишь 21 человек экипажа никакого бронирования на нашем катере нет поэтому единственное чем мы можем танковать это тем что мы большой торпедный катер соответственно благодаря нашим размерам нас не так-то легко и быстро можно уничтожить но тем не менее плане живучести брони наш катер ничем таким похвастаться не может и соответственно подставляться под какой-то фокус противников на нем конечно же не следует если смотреть где мы находимся ветки развития то данный катер находится на втором ранге в той же самой ветке где и все остальные торпедные катера и боевой рейтинг у нас 4.0 при этом для того чтобы нам выкачать данный катер требуется аж целых 220 тысяч очей исследования и самое главное что наш катер не обязательно исследовать для того чтобы выкачивать технику 3 и 4 ранга поэтому насколько я вижу по рандому данные катера вообще с бр 4.0 что в советской ветки развития что в остальных ветках встречаются достаточно таки редко потому что люди не тратят время на исследование этой техники ввиду того что очень много надо времени и сразу же идут на эсминцы и крейсера кстати точно такой же катер есть и в немецкой ветки развития но почему-то его стоимость 270 тысяч очей исследования об советской 220 не знаю почему так может у него какие-то другие боевые характеристики но по внешнему виду он да и по названию полностью идентичен проекту 206 так что его можно вообще не выкачивать но все-таки если вы решили прежде чем идти на третий ранг запастись топовым торпедным катером а именно проектом 206 то я думаю он вас не разочарует на что в нем хорошего самое главное конечно это наш главный калибр 4 автопушки калибром 30 миллиметров с великолепной скоростью стрельбы буквально заливает противника градом свинца и даже в стоковом состоянии на стоковых лентах эти пушки очень хорошо раздают в принципе топовая лента особо от стоковой ничем не отличается поэтому и мечтать вожделеть скорее и выкачать особого смысла нет даже в абсолютно стоковом состоянии кораблик хорошо нагибает и те кто видел мой первый стрим на этом катере то знают что без трех четырех а то и более фрагов даже без всяких там ремок огнетушителей вы на данном катере скорее всего не останетесь но конечно же самое главное условие для того чтобы быть с этими фрагами это осторожность как я и говорил бронирования здесь нет и поэтому вылазить куда-то на противников на данном катере нет никакого смысла да и делать этого конечно же не стоит тут чисто необходимо играть от укрытия от каких-то засад для того чтобы выскакивать забирать один-два корабля в зависимости конечно от их бронирования размеров на что хватит нашего боекомплекта и потом отправляться на перезарядку кстати вот об боекомплекте я сказал что автопушки у нас шикарные отличные но как всегда в бочке меда есть ложка может быть даже не ложка дегтя это именно их стрельба работа и боекомплект дело в том что если рассматривать исторически установку а к 230 то у нас на каждый ствол была лента по 500 снарядов всего 2000 снарядов боекомплект в данном катере в принципе в игре это реализовано у нас тоже 2000 снарядов но исторически если мы стреляли короткими очередями то мы могли полностью высаживать весь этот боекомплект 500 снарядов без перезарядки если же мы зажимали гашетку и стреляли длинными очередями то после отстрела 100 снарядов необходимо было 15-20 секунд ждать на охлаждение стволов стволы кстати здесь имеют активное водяное охлаждение но в реалиях нашей игры возможно это сделано для балансных правок ситуация обстоит так что хоть мы стреляем длинными очередями хоть короткими все равно после отстрела 100 снарядов на ствол мы уходим в нашу перезарядку которая длится около 20 секунд и поэтому от того что будем мы стрелять длинными очередями короткими ничего не зависит всегда есть вот это вот перезарядка после отстрела всего лишь 100 снарядов а 100 снарядов у нас отстреливается буквально лишь за несколько секунд особенно если не короткими очередями стрелять а немного зажать клавишу огня кстати зажимать ее очень сильно не стоит потому что перегрев наступает орудий достаточно быстро и мы даже не отстрелим и эти 100 снарядов как наше орудие заклинит и мы уйдем на перезарядку собственно раньше времени потом она закончится у нас в стволах останется по 30 40 патронов вы их отстрелите и снова отправитесь на уже основную перезарядку поэтому внимательно следите за патронами и собственно не зажимайте гашетку за перегревом за все также сейчас вы видите что есть еще один момент у нас очень быстро заканчивается весь наш боекомплект но в аркадных боях не стоит переживать по этому поводу вы ждете опять же те же 15 20 секунд и у вас снова пополняется боекомплект даже не на точке в любом месте карты так что остаться без боезапаса по крайней мере в аркадных боях вы можете об этом не беспокоиться все пополнится и вы снова сможете настреливать по противнику поэтому это еще не как бы один камешек наш геймплей то есть мы не можем играть от открытой воды врываться на большое количество противников мы всегда из-за нашего бронирования должны играть от укрытий и из-за нашего главного калибра который не обладает большим запасом снарядов поэтому всегда мы должны иметь где-то укрытие куда мы можем спрятаться и уйти на нашу перезарядку но и в том числе всегда из-за нашей высокой скорострельности мы можем завтыкать и перегреть наши орудия соответственно не заклинят и опять же придется быстренько где-то ныкаться для того чтобы наш главный калибр перезарядился по своей домашке по способности работать по противникам как вы видите даже такие живучие корабли как немецкие баржи а дф квадраты смерти и так далее достаточно легко улетают с одной перезарядки поэтому любые торпедные катера которые мы встречаем в игре мы распиливаем с легкостью что же касается более крупных кораблей эсминцы и крейсера то понятное дело для них мы корм и пытаться с ними воевать не стоит ни в коем случае единственное что мы можем сделать это забрать их с торпедного вооружения ну плюс на очень коротких дистанциях менее километра можем мы попытаться пострелять эсминцам по арт погребам в надежде что они сдетонируют но это суицидальная атака и скорее всего закончится она тем что вас отправят в порт также наш кораблик достаточно таки серьезно страдает от авиации помним что никаких у нас вспомогательных орудий или пво нет наш главный калибр это и пво поэтому необходимо всегда следить и за морем и за небом и опять же из-за того что не очень большой у нас боекомплект до перезарядки то если на вас заходят несколько самолетов скорее всего вы все их не собьете уйдете на нашу долгую перезарядку ну а потом вас даже с пулеметов с авто пушек если уж и не заберут то нанесут достаточно таки серьезный урон также стоит отметить что как вы уже заметили кораблик достаточно таки часто и хорошо горит поэтому конечно в стоковом состоянии надо играть предельно осторожно ввиду того что у нас нет сначала ни ремки нет ни тушителя для того чтобы их выкачать надо потратить по моему около 35 аж 1000 ч исследования очень дорого на этом катере стоит модуля и поэтому в стоковом состоянии вам конечно придется немножечко страдать и проявлять максимальную осторожность не попадать под вражеский фокус и тогда вы сможете но хоть с какой-то приемлемой скоростью хотя бы прокачать ремку и огнетушитель после этого я рекомендую сразу качать все модуля на подвижность там и ленты скорость поворота башен и так далее здесь не особо важны так как кораблик и так достаточно таки хорош ну и в общем то можно уже начинать подводить итоги по данному кораблю если вы все таки решитесь его выкачать то кораблик конечно же вас не разочарует этот катер достаточно таки хорош и позволяет вам уверенно на топовых рангах бороться за точки потому что вы респитесь именно на респе для торпедных катеров также не рекомендую на этом катере идти захватывать дальние точки как например на этой карте b и c потому что наш катер светится очень хорошо и в каком-то инвизии вы дойти до этих точек не сможете вас сразу же увидят и начнут по вам стрелять за ваших размеров к вам быстро пристреляются поэтому если вы ищите именно катер для того чтобы захватывать дальние точки то здесь необходимо брать какие-то начальные катера которые имеют большую незаметность их помощью вы сможете захватывать точки именно дальние а данный катер предназначен именно для борьбы за нашу ближнюю точку обычно на картах эта точка а и собственно делает он это с большим успехом даже в стоковом состоянии вы сможете на нем вывозить при конечно удачных стечениях обстоятельств большое количество фрагов и если вы выключите этот катер я думаю он вас не разочарует и вы останетесь довольны своим приобретением